Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 и, может, мы станем немножко честнее, добрее, бескорыстнее. Может быть, очень на это надеюсь, потому что на сегодняшний день век гедонизма, это, наверное, очень страшно. Очень страшно смотреть, что творится вокруг. После служения у храма хрестный ход формально подошел до конца. Не глядяши на стомленность, у дельников переуполняют приемные эмоции. Многие ожидают зарабить шести традицией для себе и семьи. Станислав Троинский, Андрей Иванов, телерадо «Компания Гомель». Фиолетовый рай на Гомельской земле. Незвычайную для айчыных землеробов ферму уже прозвали «Беларуским Провансом». Кабы кунуться у моря лаванды, люди приезжают с разных регионов краины. Не стала выключением и наша здымочная группа. Фиолетовое море на карте Беларуси знайсти немогчимо, але оно истинное. Зъява для нашей местовости редкая и продолжится усяго некольки тыдня. Ровно стольки квитнее лаванда. Была и хамельчанка Марина, приехала сюда на фотосессию с дочками Аж Сахалина. Про беларуский Прованс доведалася в выпадкового зновинов у интернете. Этим летом мы приехали в гости к бабушкам. Я захотела насобирать лаванды для того, чтобы делать чай, очень вкусный, ароматный чай. И приехала сюда купить кустик лаванды. Но когда очутились в этом месте, погрузились в настолько необычную, яркую атмосферу, что уйти отсюда невозможно. Это очень впечатляет. С первой секунды завораживает как-то. И вот локация удивительная. Одно из красивейших мест Беларуси. Французские пейзажи знаходятся у вёсцы Рудня-Спонницкая Ветковского района. Усяга это прыгажой справа рук молдаванского фермера. Олег Дабуляк разом с семьёй ещё в 99-м годе переехал в Беларусь. В 2010-м выросшел открыть тут фермерскую господарку по выросшиванию плодовых культур. Вся задумка была посадить сад, выращивать яблонь, сад, грушевые, сливы. И черешня была посажена. Но вокруг лес майский жук уничтожил весь наш, скажем так, бизнес. Майский жук изменил усе планы. 50 гектаров знищенных плантаций и фруктовых древ пришлось выкинуть. Замес их выросшили посадить лаванду, какую с собой привезли из Молдавии. Для отдыха мы построили домики такие маленькие, для людей удобные, как палаточный городочек такой. Там кроватик, мангал, лошади для катания детей, сделали волейбольную площадку, песочницу для маленьких детей. Ну и в дальнейшем у нас большие планы, но это всё пока в секрете, но я думаю, скоро вы узнаете. Лаванда до мясцового климата адаптуется недренно, скажет господар фермы. Але адреских перепадов температур может и загинуть. Минулой зимой некольки кустов потерпела. Дарыч и лаванда тут не один эксперимент. Побыч зьёй посялились плантации экзотичной юки. Прекрасная юка, изюминка тоже нашей семьи. Мы юку ещё предлагаем сейчас для озеленения города, потому что она прекрасно себя ведёт в засушленное лето. Она не требует такой большой уход. Посадили, цветёт красиво, потом цветок срезали, остаётся красивая такая пальма. Макчима с лёгкой руки молдавского фермера белорусская флора разнастаёт свои виды ясчё больше. И уже зараз у Прованса с Ветковской пропиской, окромя лаванды, поселилась ясчё 50 видов экзотичных рослинов. Ирина Дробышевская, Сергей Лукашук, телерадокомпания «Гомель». Любовь дарадимая можа рабить цуды. Угэтым пераконваешься, калі трапляеш у невялікі населіны пункт, які згубіўся сяродлясоу недзе у Лельчицкім районі. Вёска жмурная, зямля проткаў і месца натхнення мясцовых жахароў, які адраджаюць свой родны край. Сядзіць без справы не ў їх характеры. Трэба дзейничаць, кабудыхнуць жыццё ў вёску, якую пакідаюць маладыя, але не здраджуюць сталыя людзі. Вёска жмурная ў некалькіх кілометрах ад Лельчиццаў, усяго 29 двароў. Вёсной сюды тягнуться дачнікі, кабы адпачыць адмітусливага горада і аднавіць сілы. Пенсіонерка Марея Фіцнер паўгода жыве ў Гродне, столькі ж нарадзімі батьков. Як толькі сыходзіць сняг, жаншына тут як тут, ў жмурным. Мама, она говорила, придёт время, вернёшся в деревню. Я говорила, никогда, мне так надоело эта картошка, эти ягоды, что я никогда в деревне жить не буду. А с возрастом происходит какое-то пересмысление. Ты начинаешь совершенно по-другому понимать, что такое жизнь, что такое свои дорожки, своя деревня и свои люди. А у нас народ действительно замечательный. Сумавать мясовым же харам саправдыня мачасу. Летам ходзіць па ягады, в осінню па грыбы. У перапынках працуюць на зямлі. Дапамогі зні адкуль не чакаюць і самі уладкавуць для сябе комфорт. Некалі ў гэтым будынку размешалася крама. Цяпер на арандаванных площах проходзіць сустрэча актыву палесской вёскі, якая не толькі не памёрла, але живе на полную мод с турботами і клопатами ініціативных пенсіонерав. Гэтую зону адпачынку ўласными силами яны уладкавалі на місце знесіных пустуючых дамоў. Хорош і помочь таким людям, подставить плечо где-то, где є желання, где є ініціатива. Каждый год в данному населённому пункте рождается новая ініціатива. Я первоначально, коли люди заявились о том, що в такі сроки хочуть построити церковь, була, конечно, шокирована, тому що для мене були маленькі населённі пункти, і за таке время можуть люди зробити, я була неуверена. Но, пасматрив на людей, на їх активність, на їх жизнерадостність, на їх положительні емоції, убеділась в том, що діствітельно люди можуть зробити дуже багатое. І неважно, наверное, здесь деньги, а желання. А це і є те саме званіця і капліця, які з'явилися на вскрайку віскі, дякуючи намаханням усе тих же людей. У 2015-16 годах тут була всенародна будовля, вспоминають вісковці. Основні роботи зроблені засталіся дробізі. Ах, вірованні на добрую справу збирали жахары нікольких сусідніх віск. Тут же на території місцевых могилок помнік загинувшим землякам у годы Великой Айчинной. Колькі укладена терпіння, старанності і покори, одному Богу вядома. Місті чи не утаїваюць, нічого б гэтага не було, каліб неупартість сімейной пары Ніны і Миколая Касінських. Сами ж ініціатори Великой Будовлі вельмі ось цярожна говорять про свої заслугі. Ми бі самі це не потянули б. Када ми з жіною приїхали сюди, ми сіздали единомышленників своїх. Щоби все осуществити, ми собираємось, совіщаємось. І з Божією допомогу все це у нас получается. То, що ми маєшали, вже осуществляється. Ми хотіли часовню построити, построїли. Щас колокольню, через місяць вже доведем до конца. Крішу зробимо і купол поставимо. Ну, ще задумок багато, хоча б ці осуществити пока. Мечтаю, щоб все, що завершено за 10 років в цій деревні, зберілося і було якось донесено до молодіжі, щоб зарядити немножко своїм ентузіазмом. Так склалося життя, що переехали Касінські з великого міста до уродну візку мужа, каб застатся назавжди. Мясові жахары жмурної, ентузіазм сімейної пари приняли не одразу. Долго праглядвалися і робили віснови. Цим можна доверать. Однак енергії і настойливості у пенсіонерів було стільки, що здалися навіть саме сумнівне і доверіли повісти за собою. Як показав час, не помылилися. Єсь у сім'ї Касінських і яшчы одна ідея – створить музей сільхаз-інвентара. І ні у кого нема сумнення, що все отримається. Бо с такою моцной підтримкою інакше бути не може. Наталія Ігнатенко, Сергій Камко, Талі Радуя компанія «Гомель» з Лейджицкого района. Дожди на вольниці і моцний ветер. Такі прогноз на двор'я на завтра, повідомляє філиял «Гомель Аблгідромет». У алторок 12 ліпеня буде воблачно, днем с проясненнями. Чакаються опадки. У особних районах будуть істи моцные дожди. Месцами прогрымять на вольниці. Ветер ночу заходній 5-10 метров за секунду. Днем поудньова заходній 7-12 метров за секунду. Парыви до 20. Температура поветра ночу буде вагаць от плюс 11 до плюс 16 градусов. А днем от 16 до 21 градуса тепла. Гетто і інші новини ви можете знайсті у нашому телеграм-каналі, а так само на сайті у інтернеті по адресі tv.argomель.by. На геттим випуск завершений. Усяго добрага і до зустрічі у ефіре. Днем поуднямі. 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 Днем поуднямі.